Философия, обзоры, политика, критика и обучили все эрунки. Сейчас начнем мы все знали! Мысля от Эдгара! Про российскую суббитию! На моем канале все так, как это реально есть! Без всякого фальша! Здарова, народ! С вами Эдгар! Мы на гребанном канальчике мысля от Эдгара. Сегодня будет такая мысля. Хочу поделиться с вами, с моими зрителями, с обществом. Нужно делиться, чтобы общество менялось в лучшую сторону. И сейчас дефицит нормальных мыслей. Все свои мысли или продают, или вообще отсутствуют. Общество современно в каком-то тумане живет. Чисто вот думают про то, что выжить, покушать, покакать и размножиться. Больше никаких проблем не существует. Раньше хотя бы наше предыдущее поколение размышляли еще там какая-то философия, какой-то смысл жизни, обсуждали, как бы шли к этому. А современное общество, современные дети вообще ни хрена ничего не обсуждают. Им дали конфетку, и они все вместе начинают конфетку облизывать. Вот есть одна мысль какая-нибудь, и понеслось. Убер какой-нибудь чувак, весь интернет про него говорит. Кто где-нибудь пернул, все только про это. Никаких своих мыслей и ничего такого. К большому сожалению, конечно же. Так вот, о чем я-то хочу поделиться? Хочу поделиться насчет того, как влияют деньги на человека. И настоящие ли люди на планете Земля? Так вот, могу сказать, что когда человек рождается, он уже конкретно заряжен на определенное поведение, на определенный характер. И он не поменяется никогда. Он будет жить, он умрет. И какой он есть, такой он и будет всю свою жизнь. Ты там родитель, ты его там близкий. Ты человек, который хочет как-то изменить его поведение, чтобы он делал как-то все по-другому. Ни хрена у тебя не получится. Тебе только будет казаться, подчеркну. Тебе будет казаться, что ты его поменял. Потому что есть система. В системе должны быть определенные задачи у каждого из нас. Один будет добрячком, другой будет убийца, другой будет... Ну, я не знаю, вы все персонажи наши земные знаете. Любой фильм включите. Каждый фильм состоит именно из этого процесса. Один плохой, другой хороший, другой нейтральный, а другому вообще похер на все. Он проходит мимо. Так вот, без этого никак. Это никто не отменял и не отменит. Именно из-за этого существует мир. Все движется, есть разные персонажи. Так вот, бабло. Коснемся вопроса денег. Весь мир находится в тумане. Основная часть современного общества, они все в масках. Почему? Потому что нет денег. А когда нет денег, ты не можешь как бы вести себя так, как хотел бы себя вести. А основная цель человека, чтобы он получил истинное развитие, этот человек должен вести себя максимально естественно. Максимально так, как он этого хочет, чтобы раскрыть свое настоящее «я». Действовать, развиваться и достигнуть какого-то определенного мышления. Получить жизненный опыт на данной планете и как бы умереть и продолжить свое путешествие. Ну, дальше я не знаю, что там есть, но что-то обязательно есть. Вот, но большинство людей, естественно, находясь вот в нашем современном тупом, туманном мире, одетых в масках, где они свое «я» задолкали себе глубоко в задницу и не могут никак воспользоваться вот этим, тут уже играет роль денег. Вот, очень редкая ситуация, когда у человека появляются деньги, да, и он остается такой, какой он есть. Это значит, что этот человек, он не затолкал свое «я» себе в задницу, а он пользует, как бы пользуется этой системой. Ну, например, он для кого-то, он плохой человек, он ведет себя каким-то определенным образом, да. У него появились деньги, и он ведет себя таким же образом, вот какой он был, такой и остался. Или, например, хороший человек относительно вашего понимания, вот, у него появились деньги, он такой же, он не меняется. Соответственно, вот эта ценность, вот этот человек, который пользуется своей внутренней, установленной от Бога, так сказать, системой, и не стесняется этого процесса. Вот, что у него есть, то и есть. Если ему нравится красный цвет, значит, нравится красный цвет. Если он хочет кого-то послать нахер, он посылает этого человека нахер. Вот, и как бы не переживает, там, что кто скажет, а что, что, да, да, и как там. Вот, если вы попытаетесь ему что-то сказать, он скажет, «Пошел ты нахер, слышишь?» И ему вообще, в принципе, никто ничего и не говорит, потому что, зная, что ему пошлет нахер, как бы, понимаешь это, чувствуешь, да, зачем ему что-то говорить, потому что какой смысл в этом, да, ему неинтересно это. И это очень хорошо можно прочувствовать. Так что, я думаю, что большинство людей, которых вы знаете, они все не настоящие, они все в масках, в особенности люди, у которых нет денег. Подчеркну, что есть люди, которые хоть с деньгами, хоть без, они такие же, какие они есть. Я, например, да, себя не похвалишь, да, кто тебя похвалит? Да нахрен кому ты вообще на этой планете сдался? Я вам могу сказать, что я такой. У меня не было денег, стало денег, потом обанкротился, потом опять деньги. Короче, ситуации у меня в жизни разные были, но я какой был, такой и есть. И, как бы, люди, которые меня знают, могут это дело подтвердить. Я как общался с людьми, так и общаюсь, вот. Деньги есть, денег нет. Я как сидел с чуваками на какую-то тему, угорал, так и могу угорать. Вот, и это не влияет на мой разговор, на мое шматье. Вот, если им нравится какая футболка, я ее одеваю, нравится кепка, одеваю, мне похер там, кому она нравится, кому не нравится. Типа, если у меня есть деньги, мне нужна какая-то другая кепка, потому что, типа, не в тему, потому что у тебя есть деньги. Как говорится, пошли нахер, вот такие понятия. У меня свои понятия. Вот, классная штука, мне в последнее время нравятся вот такие вот. Папахи, как говорится, да. Все, я это одеваю. Так вот, хотите проверить человека, да, дайте ему просто денег, дайте денег. Дайте ему много денег. И все, вы его знали, как очень хороший человек, а тут у него появились деньги. Какое-то определенное время дайте человеку, как бы, осознать, что теперь у него есть деньги, и можно вести себя уже так, как он хочет себя вести. Так, какой он есть на самом деле внутри. Все, он себя проявит. Вы его просто тупо не узнаете. Все, он живет, он себя проявляет. Вам это все дело не нравится. Потом, через какое-то время, у него опять эти деньги заканчиваются. Ну, как бы, он опять бомж, так сказать. Заметьте, эти люди сразу переодеваются, одевают маску. Они сразу добрячки, они с вами общаются, все-таки хорошие. И подмазоны, подлизоны. Вы начинаете им помогать. Вы думаете, что вы его меняете. Вот. Ну, он, конечно, меняется. Но на время. Почему? Ну, потому что этому человеку, например, очень удобно в это время делать то, что ему поможет привести его опять к тому же богатству. Вот. Поэтому не удивляйтесь, ребята, если вы кому-то помогаете, думая, что делаете хорошо. Через некоторое время, когда человек встанет на ноги, он пошлет вас нахер. Вот. И вы такие в негодовании, типа, а-я-я, что случилось, как так? Блин. Что вообще происходит? А происходит то, что человек вытаскивает свое «я» наружу. И изначально вы ему не были интересны. Он как бы податливал вам, общался с вами только потому, что, ну, было выгодно. Так что большинство людей на планете Земля, бедные люди, которые затолкали свое «я» куда подальше и просто пытаются играть какую-то роль. Я могу сказать, что вот выйдите в общество, да, пообщайтесь. Все искусственные. Никакого настоящего общения у людей нет, потому что очень сложно вообще с кем-то о чем-то поговорить. Вы говорите, зацепите какую-то тему. Все, нельзя говорить. Зацепите политику, религию, национальное счетов. Все, человек обиделся, разбубнился, разнылся или пристрелил тебя за это. Все. И получается, что ты по-настоящему поговорить ни с кем-то и не можешь. И никому, в принципе, советовать ничего и не можешь. Человека, например, нету бабла, он в какой-то ситуации, ты ему начинаешь советовать, он тебя слушает. В процессе слушает только потому, что, да, ему выгодно. Но ты говоришь те вещи, которые говорят о том, что нужно делать так и так, и в процессе его оскорбляешь. Не понимая, как бы, этого, что человек все-таки говно, он оскорбляется, и он это запомнит. И когда у него появятся деньги, вот за то, что вы его учили, вроде как, делая для него хорошо, он вспомнит то, что вы ему говорили, ему не понравилось, и получите по шеям за это. Вот так. И вы ходите, думаете, что вы такой хороший человек, вы помогли, а в итоге вы говно для него, как были, и будете дальше. Поэтому, в чем вообще, как бы, суть и логика моего видоса? Не парьтесь вообще, ребята, не парьтесь, никого не меняйте. Не пытайтесь кого-то чему-то, ну, не то что научить, а изменить. Вы смотрите на человека и хотите, чтобы он делал что-то по-другому, чтобы ему стало лучше. Если он сам лично этого не хочет, пошел он нахер. Понимаете? Вот пусть человек попросит, пусть поуговаривает, а вы поделитесь там какими-то знаниями. Потом опять пускай поуговаривает, опять поделитесь знаниями. Если все наоборот, и вы пытаетесь ему чего-то там сказать, то в итоге вы просто для него будете большим куском говна, который его раздражает. И все как бы стрелки крайним сделает он именно вас. Я с этим сталкивался несколько раз, и я думаю, что и вы много раз с этим тоже сталкивались. Если ты с этим не сталкивался, еще жизненного опыта нету, то обязательно это у тебя в жизни произойдет. Но чтобы минимизировать этот процесс и не столкнуться с таким вот дерьмищем жизненным, чтобы не разочаровываться, никогда запомните, никогда не рассчитывайте на то, что вы сможете кого-либо изменить. Не нужно никого изменять. Все. Помогайте только в том случае, если вы не ждете от него никакого спасибо, не ждете никакого ответа, просто сделали и вам по кайфу. Помогли бабушке перейти дорогу, но вам по кайфу, ну сделайте это. Если вы ждете, что бабушка скажет спасибо, ну значит, будет в один прекрасный день по подосик. Ты переводишь бабушку через дорогу, не дал ей денег, а она тебе нахерах с клюшкой по башне скажет, ты ж ты ушлепок. Че думаешь, переводить только дорогу, а деньги кто даст, а кто мою котонку. Да нет, ну короче, ты такой в афиге, типа, что происходит. Примерно такие истории со мной случались. И в разных, кстати, областях, в разных сферах с разными людьми. Ты вроде такой, как бы в процессе вот помощи, думаешь, что все ништяк, какой ты молодец, какой ты молодец. А потом приходит большой пипец. И ты такой в афиге, типа, как так? Я, блин, вроде как тебе помогал, даже не хотел от тебя никого, спасибо, ничего не хотел. Но на тебе, блин, на тебя втирают, что ты не прав. Ты не прав, блин. Ты не доделал то, что он хотел от тебя. Поэтому ведите себя так, что вам похер, короче, на все. Тогда ваш собеседник, те люди, которые вас знают, они уже не будут сильно рассчитывать на вас. Ну, и маленечко поднапрягут свои мозги и подумают ценность общения с вами. Ну, как бы, сделайте так, чтобы у вас была цена, так сказать. Поэтому все в этой жизни стоит определенных денег. Это не только в форме денег, а в форме какого-то... Деньги, блин, вот большинство людей только как бы расценивают деньги. Это как бумага. А вот какие-то действия, поступки, советы. Советы – это же тоже форма денег, да? Человек, например, не может в какой-то ситуации решить вопрос. Вы ему помогаете советом, его вопрос решается. Его вопрос решился, и он смог заработать. Соответственно, это как будто дать человеку бабла. То же самое. Но люди это не воспринимают как бабло. Они воспринимают только чисто тупо бумагу как бабло. Все. Так что цените свои советы и не раскидывайте их налево-направо. Тогда у вас все будет нормально. Ожидайте всегда человека, любого человека, что он вам может подговнить, он может вас сдать, он может вам поднасрать. На всякий пожарный подумайте, что человек может не справиться с жизненной ситуацией и подставить вас. Тогда, если он этого не сделает, и еще лучше, как бы он сделает лучше, чем вы ожидали, тогда вы получите вдвойне кайфовое ощущение, что молодец, молодец, человек молодец. Все. Но когда ты рассчитываешь только на лучшее, только на хорошее, и еще и не получаешь даже минимальный пакет отдачи, то просто, блин, охренеть, как обломно. так что как-то, знаете, меняйте ваше мышление. Лучше себе мышление меняйте, а другим людям не нужно ничего менять, не получится просто. Такой вот ролик. Всем счастливо. Философия, обзоры, санитика, квитика, и обучающие ролики. Сиди, как нашел, все знаете, что я делаю ваше. Снаю от Энкера. Про российскую сезону. Бейте, что вы знаете, на моем канале все так, как это реально есть, без всякого фальша. Субтитры сделал DimaTorzok